привет мои дорогие наконец-то у меня штатив наконец-то у меня съемочный столик для съемки косметики и наконец-то у меня свободные руки для того чтобы показывать вам сводчи это ольга швец и если вы еще не подписаны на мой канал ставьте лайки задавайте вопросы давайте дружить и общаться сегодня у меня в гостях косметика аванс цен или аванс цен в общем как правильно пишется я напишу и вообще у меня сегодня как-то по корее вот причем по корее такой вот практически такой вот хорошим таким профессиональным ценником я только что поговорила по телефону 8 800 100 ровно 77 85 именно по этому телефону вы можете позвонить если вас заинтересует мой ролик и задать все интересующие вас вопросы российские представители между прочим ищут региональных представителей косметику придумали корейцы русские москвичи с ними очень сильно задружили и сейчас они как бы в связке производят эти профессиональные косметические продукты это очень здорово это очень замечательно итак все ссылочки на косметику аванс цен я оставлю под видео и вы сможете со всем этим подружиться или просто посмотреть обзор их пока не очень много но найти бренд можно и вопросы все интересующие вас задать можно мне прислали косметику на тестирование здесь не только косметика аванса на еще и небольшая посылочка корейской уходовой косметики плюс инновационный тинт пленочкой хорошо нам известный в общем если все это вам интересно оставайтесь со мной и давайте я про все вам сейчас подробно и красиво расскажу покажу объясню наконец-то мои дорогие кстати у меня еще пока не закончился ремонт но уже заканчивается скоро мы с вами будем действительно видеться чаще и в другом немного формате прошу прощения за мой маникюр потому что у меня ремонт но если я поняла что сейчас еще не сяду сделать маникюр я уже точно запишу это видео когда-нибудь через неделю у меня выдалась минутка хороший свет поэтому поехали итак перед вами косметика аванса по поводу вот этой четверочки тени замечательный значит у нас есть четыре оттеночка которые кстати выполняют разные роли из них пожалуй такие теневые тени это вот только левый нижний угол такие с шиммером верхние тенюшки это верхний левый угол это е002 оттенок напротив него справа е04 он подходит и для бронзирования для контурирования и в общем и как тени может работать прямо вот тени тени это нижний левый угол е003 и тени румяна что за там может быть вполне возможно и серии румян с мелким мелким золотистым шиммером это е008 значит по поводу свочи я обязательно вставлю в видео вы сможете их посмотреть дальше у нас идут тональный и биби кошечка очень сильно все-таки пристает ко мне сегодня она пришла и все-таки никак она не может вообще позволить мне с вами пообщаться напрямую без ее участия вообще никак вот об этом чуть позже кстати что касается тонального крема который вот такой вот упаковки такой вот очень похожий я бы сказала на make up for a ну что ты из этой серии биби крем по поводу биби девочки реально это просто восторги что касается кремовых текстур у этой марки они помимо декорирующих свойств обладают еще свойствами уходовыми и они как ничто другое могут быть рекомендованы для возрастной кожи и вот если такая у вас конечно же имеется или там у ваших мам что касается и 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 Мне кажется, блеск он просто идеальный. Он дает нежный, прекрасный оттенок на губах. Такой не яркий, а именно очень сдержанный, такой очень по-корейски, такой вот девочковый. Губки под ним сразу же распрямляются, выравниваются. И причем даже если блеск уходит с ваших губ, что неминуемо, потому что это блеск, то эффект вот этих вот выровненных губок, он держится и остается. Что примечательно, что замечательно. Тушь водостойкая, авансе. И что в ней также примечательно, это то, что у нее совершенно потрясающая кисточка. Такую кисточку мог разместить в данный тюбик только человек, который действительно понимает, что такое ресницы, и который на этом съел не то, что собаку, а вполне возможно даже слона, динозавра, и может быть что-нибудь покрупнее. Потому что эта кисточка позволяет проникать в самые вот, которые хуже всего у нас прокрашиваются, да, у девочек, это у внешней уголки глаз. Вот туда, если кисточка не очень такая какая-то компактная, туда проникнуть достаточно непросто, все это знают. А вот именно то, что касается вот этой туши, это просто вот, это что-то уникальное. То есть, во-первых, она держится в жару, я уже ее протестировала, у нас сейчас в доме плюс 30, на улице на солнце, соответственно, жарче, она не плывет. Что касается тональных, они, я бы не сказала, что они относятся к разряду стойких, либо сверхстойких, но они прекрасно себя чувствуют, если просто мейк подправлять. Вот. Это будет честно, во всяком случае, они так ведут себя на моей коже. Если выбирать из тонального и BB, я однозначно выбрала бы BB. Тональный я бы рекомендовала для работы в съемочном павильоне. Что касается консилеров и каких-то других плотных текстур, в данном случае это не нужно, потому что в два слоя перекрывается все. Вот у меня венки под глазами, там на веках есть венки. Два слоя и все, никаких проблем. То есть, просто чуть-чуть плотнее наложить тональную основу. Из того, что может показаться недостатком, это то, что тени пылят. Вот. Присутствует не вполне плотная, такая слабоватая прессовка, но на самом деле, кому как больше нравится и кто как больше привык. Собачка передает привет, как обычно. Емана опять спит, и я опять говорю поставленным голосом, и она вот таким образом ругается. Значит, если у вас присутствует основа на веках, база та или иная, да даже просто там тональный крем в виде базы, вообще проблема исчезает как такова, а ее нет. То есть, да, они легко отдают цвет, да, это сильная пигментация, у вас была возможность в этом убедиться, но то, что они пылят, может быть, кому-то нравится. А тот, кто новичок, да, начнет учиться вот на такой косметике, он привыкнет изначально, что тени такие вот, они слегка пыльные. Да, эта цветная пыль замечательно переносится на базу, и вообще все в порядке. Надеюсь, это видео было вам полезным, чтобы оно было не очень длинным. Я вариант про косметику уходовую переношу в следующее видео. Вот, всем всего хорошего, пока, до новых встреч. Я же говорила, что видео будут более полезные и очень интересные. Ну и мой главный девиз, не важно, что происходит, важно, как мы к этому относимся. Всего хорошего, пока.